Всем привет! И это видео, которого не было уже два месяца. Ужас. Патти на кровати. Я очень давно не снимала видео, и название стало немножко абсурдным, потому что предыдущие видео почти все я снимала на кровати. Но для тех, кто не знает, что это, это видео, в которых я обсуждаю с вами всё, что накопилось у меня в душе. Да? Сиди на кровати. Поэтому это платье на кровати. Вот так вот. Хочется мне вам, наверное, немножко объясниться. Я не люблю оправдываться, поэтому давайте это защитим не как оправдание, а как объяснение. Чтобы вы себе ничего лишнего не придумывали, чтобы я не чувствовала себя виновата перед вами. Да. Так что начнём. Первое, что я хотела с вами обсудить, для меня это правда важно. Сейчас хочется разобраться с одной проблемой, которую достаточно людей не поняли. В видео о ответственности, которое называется «Ответственность», я сказала, что чем вас больше, тем сложнее не снимать видео. Одним словом, я забыла высказать вам главную идею своей мысли. Дело в том, что в этом видео часто пишут комментарии по поводу того, что даже у блогеров, у которых 100 тысяч подписчиков в Вести, там, Маша Новосад, у неё больше 300 тысяч подписчиков, но тем не менее она часто выкладывает видео и не запаривается с темами. Так почему же я имею меньше 100 тысяч подписчиков, но и о том, что это сложно, чем вас больше, чем придумывать идеи всё сложнее и так далее. Это так, но... Также я сказала ещё одну вещь, которую я почему-то не вставила в само видео при монтировке. Я его зачем-то бы вырезала, хоть если бы я его вставила, то вопросов бы вообще не было у вас, и мне было бы не так обидно. Ну, в общем, да. Я вырезала именно тот момент, в котором говорила, что когда у тебя от 60 тысяч до 100 подписчиков, это сравнимо с переходным возрастом у человека, когда человек не может найти себя, не понимает, что ему надо делать, не понимает, куда ему идти, что вообще делать в своей жизни. То же самое на Ютьюбе. Ты вообще не знаешь, что делать дальше, потому что ты не начинающий, но и не профессиональный. Ты крутишься, потому что вроде уже на тебя ответственность висит за столько людей. И не знаешь, снимать то, что нравится, снимать то, что нравится подписчикам, снимать то, что популярно не берёт много просмотров. Лично у меня так. Может, у кого-то вообще по-другому, но у меня вот этот период, я бы очень сложно прохожу, и правда, я сейчас полностью запуталась какая-то тематика, потому что мне нравится всё снимать. Серьёзно, это очень странно, потому что половина Ютьюб-каналов распределены по определённым тематикам, макияж, лайф-влог, летсплей, скетчи, в общем, развлекательные. А мне нравится снимать просто всё, чисто, вот вообще без вариантов. Мне нравится снимать о готовке, мне нравится снимать скетчи, мне нравится снимать о покупках. Я даже попробовала снять макияжи, мне это тоже понравилось, мне нравится снимать влоги, теги. И я когда-то хотела снять летсплей, туториалы, DIY. Честно, я даже поговорила с мамой на эту тему. Мама просто сказала мне, чтобы я не парилась и снимать то, что нравится. Пусть у тебя будет такой канал, где будет всё. И я такая, почему бы нет? В общем-то, да, поэтому на моём канале сейчас такая каша. Я просто ищу себя и до 100 подписчиков примерно. Это будет продолжаться. Я вообще думала, что там может мне создать какой-нибудь ещё один канал для... Вот чисто на это снимают канал качественный и канал лайв-влогов. Может мне так сделать, я не знаю. Напишите в комментариях, потому что получается каша. С этой проблемой я разобралась наконец-то. Школа и художная школа, из-за которой я... Вот почему редко снимаю видео. Последнее видео выходило вообще две недели назад. Я жутко извиняюсь, но у меня есть оправдание. Я хожу пять или шесть раз в неделю в художную школу после школы. И поэтому у меня вообще нет времени что-то снимать. Если вам не хватает моих видео, возможно, то подписывайтесь на меня в Перископе. Там по субботам я провожу трансляции. Я об этом пишу себе, как правило, на стене ВКонтакте. Тоже можете подписаться. Да. В таких видео я показываю вам музыку, которая мне понравилась за месяц предыдущий. Но прошло уже почти что три месяца. Поэтому музыку будет очень сложно выбрать. Очень. Я потела на группу 21 Pilots. Pilots? Пилот. Мне нравятся все их песни без исключения из этого альбома. Поэтому... Welcome. Послушайте, может вам понравится. Макс Корж. Это моя любовь. Я его обожаю уже года три-четыре. Три. Три года я его обожаю. Да, он выпустил три новой песни. И они все просто восхитительные. Там офигенные биты, офигенные мотивы, офигенные слова, офигенный смысл. Корж, он реально вкладывает в свои песни жизненные... Короче, он говорит о своей жизни, о проблемах, о жизненных целях. Это в его песнях меня привлекает больше всего. А вот эти три песни обожаю. И самая крутая песня это слово пацана. Да и жги, сын, они все офигенные. Сейчас будет самое офигенное, просто самое. Я мечтаю попасть на концерт Макса Коржа. Да, он проходил в декабре. Аааа. Слово пацана, жги, сын, ноябрь, не все офигенные там, офигенные биты. Смысл? Да. Они были... Ну как сказать вам, все песни из Волчонка. Кто не знает, Волчонок это сериал, шестой сезон которого, шестой сезон Б. Каждую неделю, каждую среду я ждала с нетерпением. А, это пятый сезон был. Сериал «Моя любовь» и все песни, все саундтреки к этому сериалу, они восхитительные. Я не знаю, кто руки целовал тому, кто их искал и подбирал, потому что все они без исключения шикарные. Вот название тех, которые, по моему мнению, самые шикарные. Петух за картером. Альют. Я вас всех сильно-сильно очень люблю. Всем большой-большой удачи и до совсем скорой встречи, я надеюсь, в следующем видео. Пока!